Шалом хаварим, манешмах. Шаббат шалом кул хэм. Всем шаббат шалом. Я думаю, что где-то шестой или седьмой раз я уже здесь. Я был уже в старом здании до того, как вы сюда приехали. И для нас это огромное благословение видеть ваше собрание всех братьев и сестер вместе. И я вам хочу сказать про сына Оксаны, который сегодня проходит бармитзву. Я с Оксаной познакомился девять лет назад. И Леон дал мне возможность сегодня говорить вам. И Леон мне сказал, что у меня есть где-то от часа до двух часов. Но я постараюсь, чтобы было покороче. Во-первых, я хочу поприветствовать вас от братьев и сестер в Голландии, которые верно стоят за вами. И мы хотим сейчас прочитать из Писания. У меня есть сегодня три или четыре места Писания. И первая – это книга Исаии, пятая глава. И мы прочитаем сейчас на русском языке. И обратите внимание, потому что здесь говорится про Израиль, который является виноградником Господа. Чаптор 5, verses 1-4. Я спою о моем друге. Это песня о друге и винограднике его. У друга моего виноградник есть на плодородном холме. Он ограды его обнес, от камней очищал, посадил в нем красный виноград, сторожевую башню воздвиг, до Вильню построил, надеялся собрать грозья, но ягоды кислые. Вот жители Иерусалима, обидатели Иуды. Рассудите меня с виноградником моим. И вы знаете, что во всем мире, во множестве народов, Господь избрал только один народ, и это Его избранный народ, Израиль. И Господь сказал, что это Его виноградник, и виноградник должен приносить плоды. И согласно основанию, которую дал Господь, это Тора и пророки, Он ожидал от Израиля хорошего доброго плода. Потому что если вы сделали столько много добра для какого-то человека или для какой-то семьи, то вы ожидаете добров назад. И Господь отдал столько блага народу Израиля, и Он ожидал от Израиля доброго плода. И что находит Господь? Он находит плохие плоды. И у меня теперь возникает вопрос, какова разница между добрым плодом и плохим плодом? Возможно, у вас уже есть ответы в голове. Что на самом деле является благом, и что является злом? И кто решает, что есть добро и зло? Только Господь. То, что написано в Торе. Что есть добро, согласно Торе. Что там написано? Первое, возлюбить Господа Бога, и второе, возлюбить ближнего как самого себя. И возлюбил ли Израиль Господа превыше всего? Нет, Израиль впал во множество идолопоклонства. И это была причина, почему Господь рассеял их и ввел их в пленение. И теперь мы видим благодать Господа, который возвратил свой народ из пленения и вернул свою землю. И мы видим сейчас, что Господь со всего мира, из Бразилии, из Беларуси, приводит свой народ и возвращает в Израиль. Из Казахстана тоже. И что Господь ожидает от вас? Добрых плодов. И как мы можем принести Ему добрые плоды? Можем ли мы сами от себя принести Ему добрые плоды? Что вы думаете? Вы можете сами принести добрые плоды, я сам по себе не могу. Невозможно от самих себя принести добрые плоды. По-другому мы не нуждались бы в Спасителе. Но мы нуждаемся в нашем Господе Ешуа Машеахе. Только через Него мы можем принести добрые плоды. И я хочу показать это на примере Иоанна пятнадцатой главы. Мы прочитаем все Иоанна пятнадцатая глава. И вы увидите то, что есть связь с Иоанной пятой главой относительно виноградника. И вы увидите сейчас, когда мы прочитаем в Иоанна пятнадцатой главе. Вы увидите связь между Иоанной пятой главой и Иоанной пятнадцатой. И мы прочитаем сейчас Иоанна пятнадцатая глава с первого по восьмой стих. «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы больше был урожай. Вы уже чисты через слово, что я возвестил вам. Будьте во мне, как и я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы не можете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, и я в нем плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшено из виноградника и засыхает. Их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если вы во мне останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и дано будет вам. Слава Отца Моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный, и станете учениками моими». То, что мы читаем в пятом стихе. «Написано в конце пятого стиха, что без меня вы не можете сделать ничего». «Очень хорошо, если я не вешу, то я могу ударить Юлю». «И если я не знаю, если я без ешу, то я могу ее убить». «Но как мне принести добрый плод?» «Как мне возлюбить Юлю, как я люблю самого себя?» «Для меня это трудно, но также и для Макса это тоже очень трудно». «Потому что в нашем сердце мы хотим всегда стремиться к тому, чтобы быть первым». «Я хочу сам принимать решения в своей жизни без Господа и без участия моей жены». «Это как водитель, который хочет сидеть за рулем и выбирать себе направление». «Если вы знаете себя, вы знаете, что из вашего сердца исходит злой плод». «Мы можем прочитать это в Галатах пятой главе». «Мы вернемся к Иоанну пятнадцатой главе, но мы, во-первых, прочитаем Галатам в пятую главу». «Что исходит из себя?» «Что исходит из себя?» «Вы можете легко найти, что у нас есть из стихов Галатам пятая глава, девятнадцать, двадцать и двадцать один». «Дела плодской природы» — это те, которые видят все. «Мы прочитаем девятнадцать, двадцать и двадцать один». «Дела плодской природы у всех на виду — это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекрытие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. «Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Бога». «Согласны с местом Писания?» «Согласны то, что это часто плоды людей, которые окружают нас?» «То, что вы видите по телевизору, то, что вы читаем в газетах». «От всех людей мы видим плохой плод». «Но видели ли вы когда-нибудь в зеркале свой собственный плод?» «Это очень важно». «Видели ли вы в зеркале, кем являетесь вы сами?» «Что это за зеркало?» «Я немножко тоже еврей, мне нравится задавать вопросы». «Что это за зеркало? Как я могу видеть себя в отражении?» «С совестью, да». «И также Слово Божье, Библия». «И Новый Завет, это зеркало, в котором мы видим себя». «Тогда я могу согласиться, кем я, кто я есть перед Господом». «Дух Святой учит меня и показывает мне, кем я являюсь перед Господом». «И также я могу увидеть своих братьев и сестер». «Через несколько недель у вас будет праздник Шавуот». «И вы знаете, когда народ услышал проповедь Петра». «И Дух Святой открыл их глаза и открыл их сердца». «И они увидели, кем они являются перед Господом». «То их сердца были сокрушены». «И они должны были обратиться к Богу». «И они должны были исповедать свои грехи». «До вы знаете, о чем я говорю?» «До я не знаю, действительно ли это так очевидно. Я не знаю, у всех ли есть общение с Святым Духом. Все, кто принял Святого Духа, они понимают, кем они являются перед Господом. И вы знаете, что Господь обещал, если мы исповедуем грехи наши перед Ним, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши через Кровь Яшуа Машеха. И если мы исповедуем наши грехи, и Господь прощает нам их, тогда через Духа Святого мы имеем связь с нашим Господом Яшуа. И мы тогда знаем, что Он есть истинная виноградная лоза, а мы ветви на Нем. И только когда я имею связь с Яшуа, через веру, через Святого Духа, тогда я смогу принести добрый плод. Как вы прочитали, Яшуа сам сказал, без Меня вы не можете делать ничего и не можете принести доброго плода. И если вы живете с Господом Яшуа все больше и больше, и Дух Святой наполняет ваши сердца больше и больше, что тогда происходит? Наш Господь говорит, что Он есть любовь. Господь есть любовь. Когда Господь, Святой Дух, приходит в мое сердце, что приходит в мое сердце вместе с Ним? Бог приходит в мое сердце, да. Но также и любовь любовь приходит в мое сердце. Любовь к Богу и любовь к своему ближнему. Как я уже сказал вам из Ветхого Завета. И если вы прочитаете Галатам пятую главу, и если мы прочитаем двадцать третий и двадцать второй, двадцать третий стихи, мы увидим плод Духа. Не мой плод, а плод Духа. И Он работает через меня. Я вернусь к этому, я хочу, чтобы мы прочитали двадцать второй и двадцать третий стих. А плод Духа, любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. На таковых нет закона, который бы осуждал их. И вы знаете, что я могу очень долго говорить про любовь. Про радость. Про мир. Про терпение. Про благость. Про доброту. Про верность. Про нежность. Про самовоздержание. Вы можете долго рассуждать про эти все плоды, попросить ваших лидеров, или Леона, или Диму, говорить и рассказывать вам про эти плоды. Я хочу только первые три плода коснуться немного. Первая часть, самый первый плод Духа, это любовь. Я сказал вам уже, когда Дух Святой приходит к нам, тогда настоящая любовь приходит к нам. Это не та любовь, о которой говорит мир. Вы знаете, как мир говорит про любовь? О, это такая хорошая женщина, за одну ночь я люблю ее. Мне понравилась эта женщина. И после этой ночи я могу от нее избавиться. А во вторую ночь у меня будет другая, тоже красивая. А в третью я скажу, ой, как я тебя люблю. А потом после двух, трех или четырех ночей можно ее выгнать. Это любовь? Нет. Нет. Любовь – это вероятность. Вы пытаетесь держать свою любовь в сердце. Как долго? Так долго, как Господь находится в вас. Так долго, как вы связаны through the Holy Spirit with the true vine. И любовь настоящая – это когда вы храните ее в верности, насколько, насколько Дух Святой живет вам и позволяет вам это делать. И, братья и сестры, когда мы связаны с настоящим виноградом, и если мы, братья и сестры, связаны с истинной виноградной лозой, то в нас может пребывать эта вечная любовь. Во-первых, любовь к Богу. А во-вторых, любовь к нашим ближним. Настоящая любовь. Когда Господь является более важным, чем ты сам. Когда мои братья и сестры более важны, чем вы сами. И мы живем, исходя из любви Божьей. Второй плод духа – это радость. Сколько может радоваться этот мир? Switch on your television, you see joy, joy, and all kinds of music, and springing, and so on. More joy that we could make this morning. But I tell you something about this joy I'll never well forget. Once upon a time, we had the Lord's Supper. And we had the Lord's Supper at tables. We do it in the other way, as you do. Поставлены мы делаем так же, как и вы проводим вечерю Господню. And the woman was coming to the table. And as her pastor, I knew she had a very hard time. And as her pastor, I knew she had a very hard time. Because her husband was living in adultery at that moment. And she was praying to the Lord, that the Lord would bring him back to her. And she came to the Lord's Supper. And I saw tears in her, on her face. But I saw also a joy you can't describe. That's a joy in the Lord. He is my Lord. Third one, peace. The Lord Jesus says, I'll give you my peace. Shalom. Not like the world. I give my peace in your heart. That's the peace through the blood of Jesus when there is peace between the Lord and me. Because you know, when we are in a way of sinning, we are doing sin. You know, that when we are in a way of sinning, a person can't have peace. Because it's not okay between God and his soul because of the sin. But after we got forgiveness of sin, there is peace. And we say, okay, the Lord can see me and my heart is open for him. And this gives me more and more connection to our Lord Jesus. Because he is the true vine. In my own church and then I will stop. Excuse me? Yes? I'm sorry. But you get everything. In my own church and then I will stop. I took with me a branch from my vine. I couldn't take it to a hair because it was already faint away. No, I didn't get anything. How do you call it? When a vine without, a branch without a vine, it goes down. I took a vine and I took a vine and I took a vine and it was already faint away. And I showed the youngsters in the church this branch and I asked the children such a branch without connection with the vine can it bring forth fruit? And the children knew without connection with the vine a branch can't bring forth fruit. and brothers and sisters that is a message for me in the first place but it's also for you. And I want to say that everything that I have said today is first of all I have said to myself and also to you. Abide in Christ the true vine and we can abide in him through faith and he abides in us through his Holy Spirit and the more and more the Holy Spirit is in us and we are in Christ the more fruitful we will be the more fruitful will be the people of Israel and we are praying in Holland that through your testimony the Lord will use you to open the eyes of others that they will see Yeshua HaMashiach and they will confess their sins and live from the forgiveness through the blood of Christ and they will confess their sins and live from the forgiveness through the blood and they will serve the Lord and bring forth the good fruits for the Lord as we are waiting upon the time that the Lord will fulfill his promise that all Israel will be saved hallelujah hallelujah amen amen andres to daraba for excellent message thank you thank you thank you for the two things I want to say я был на молитвенном собрании с какими-то ребятами которых я особо не знал были там мужчины и женщины я был самый молодой в этой группе где-то 12-14 человек там было они не все были мессианские верующие они некоторые были христиане они из лютеранской церкви из англиканской я даже не знаю и наш пастор из Иерусалима Рувенбергер сказал давайте мы сейчас вместе совершим вечерю Господню и я только один раз таким образом пережил это в жизни но это очень похоже на то что Андреа сказал про то как они проводили с этой женщиной у которой были проблемы я помню мы взяли мацуи взяли вино и очень маленький круг был мы все сдержали за руки и начали просто молиться все очень было просто без напряга и вдруг что-то сверхъестественное объяло нас никто не кричал и не прыгал но я пережил такую радость в Машехе которую словами человеческими просто невозможно описать оно просто захватило мое сердце голову, разум и пронзило всего меня несколько секунд но когда Андреас говорил я вспомнил об этом и хотел этим поделиться с вами и еще что-то я не знаю наблюдаете ли вы следуете с нами за недельным чтением сегодня недельное чтение в Хукутай это с Левита 26 глава Левит 26 и та же самая идея мы скоро услышим как Яков будет говорить но несколько дней назад я думал про эти места Писания и там говорится про благословение когда ты идешь за Господом и про проклятие когда ты отходишь от Него и говорится про покаяние я помню несколько дней назад мы с Ниной говорили об этом и Андреас говорил про зеркало как мы можем посмотреть и что-то вспомнить я здесь лидер общины Нина моя жена и мы начали говорить про вас и говорили про людей имя за другими мы вспоминали поименно и вспомнили и наша община это не как в Голландии тысячи тысячи пятьсот людей сегодня здесь я вас всех помню в своей голове и начал я переживать вот это понимать кто мы есть бенейну амон амон анашим среди нас очень много людей которые выросли в семьях с огромным количеством проблем может быть были семьи где был отец-одиночка или мать-одиночка с разными привычками которые противоречат цветным писаниям и это проблема но вдруг я подумал в Левитии 26 главе написано я возвращу их в их землю и в языкеле написано я изменю их сердце я им дам новое сердце и вдруг я почувствовал Господь я благодарю тебя что ты уже среди нас делаешь это и у нас есть люди которые в детстве своем прошли просто ад кромешный но сейчас у них есть хорошие нормальные семьи они родят своих детей это не значит что у них все идеально но есть большое исправление и у нас есть за что благодарить Бога у нас уже есть за что благодарить Бога и он хочет продолжать благословлять только нужно быть связаны с лозой как сказал Андреас я лоза и ветви которые привязаны ко мне